Где вы? Были. Ах, Гарри, милый, счастливо тебя видеть, дорогой. Постели пусты, записки нет, машина пропала, вы могли погибнуть, вас могли увидеть. Тебя-то я, конечно, не виню, Гарри. Именно с этих слов начинается знакомство с Норой, дом, в котором живут семейства Уизли. Именно ее мы сегодня с вами и построим. Надеюсь, вам понравится это видео, усаживайтесь поудобнее. А я тем временем немножко расскажу про нашу постройку. Да, Нора не каноничная. К сожалению, разобрав все возможные существующие планы дома, рисунки, зарисовки, а также кадры из фильма, мне не удалось собрать какого-то единого общего внешнего вида Норы для того, чтобы построить ее аутентично. Вы можете вспомнить, что даже в фильмах Нора имеет свойство менять свой вид. То есть в первых частях она выглядит по одному принципу, далее она выглядит иначе. Как-то она магическим образом с большого красивого луга транспортируется чуть ли не в болото. И единственное, что не меняется в ней, это то, что это маленький дом, на котором сверху настроено еще огромное количество других этажей, пристроечек, комнат, лестниц. Также рядышком есть небольшое болотце, ангар, в котором хранится знаменитая машина Уизли, и сад, в котором живут противные гномы. Собрав все это воедино, а также отталкиваясь от того, что игра The Sims все-таки диктует свои правила в возможностях постройки, я решила построить не аутентичную Нору, но что-то приближенное к ней. То есть чтобы все равно чувствовался вот этот дух огромного дома, пропитанного теплом. Вот этот вот дух деревни, в котором живут Уизли. И чтобы вы, играя с этим домиком, могли почувствовать комфорт. Вот комфорт, мне кажется, это главное слово, которым можно назвать Нору, потому что ничего более комфортного за игру я, наверное, не видела. Да, домик получился достаточно внушительного размера, я сама удивилась, но, опять же, тут пришлось несколько раз увеличивать некоторые комнаты, некоторые комнаты менять местами, потому что очень много места съедают лестницы, некоторые предметами нельзя пользоваться, если они стоят в определенных местах. А мне все-таки хотелось сохранить функционал, поэтому пришлось немножко увеличить кухню, гостиная, наверное, чуть больше, чем стоит. Комнаты вышли тоже, кстати, достаточно просторными, и в итоге мы имеем достаточно внушительного, огромного размера дом. Но, опять же, мне хотелось сделать так, чтобы этот дом был игровым, чтобы семьи не застревали, чтобы все работало, чтобы помещались нужные предметы. Ну и так или иначе, в семье Артура и Молли семеро детей, соответственно, нужно восемь спален. В итоге восемь спален у меня получилось, правда, одну из спален я в процессе переделала под что-то такое схожее на кабинет, потому что я подумала, что старший сын Билл уже не живет с семьей, да, ну я взяла какой-то такой промежуточный вариант, уже есть маленькая Джинни, и захотелось как-то немножко добавить какое-то помещение, где симы все-таки могли бы повышать навыки, чем-то заниматься, ну и на всякий случай, если вдруг кто-то еще родится, что невозможно, потому что, в принципе, полное количество симов занято уже в семье, но на всякий случай, а вдруг, а вдруг они кошку заведут, правильно? Для кошки же нужна отдельная комната, ну, в самом деле. Но, в целом, я осталась очень довольна постройкой, мне кажется, что она все-таки похожа на то, что описывалось в книгах, то, что показывалось в фильме. Я, по крайней мере, старалась, старалась, я изучала все скриншоты, пересматривала по несколько раз каждый кусочек, где мелькают кусочки квартиры, точнее, дома, и старалась хотя бы общие какие-то главные черты передать. Плюс я еще взяла достаточно большой участок, который подходил по своему внешнему виду, и пришлось наполнять его предметами, которые, возможно, в фильме их не было, наверное, но мне захотелось его добавить, чтобы, во-первых, как-то немножко занять пространство, чтобы оно не казалось таким пустым, ну, и, во-вторых, мне кажется, что так будет намного функциональней. Я добавила совятню возле входа в дом, я добавила большой желтый ангар, в котором, ну, по идее, должна стоять машина, но там внутри можно поставить верстак или еще что-нибудь полезное, чтобы симы могли этим пространством пользоваться. Плюс еще есть небольшая сарайка, возможно, это сарайка для метел, может быть, для кормов, для каких-нибудь курочек. Опять же, добавила курятник, потому что сейчас, после последних оборудов, объявлений, обновлений в Симсе, мы можем добавить курочек настоящих, наконец-то, это очень радует, потому что, когда показывают дом Уизли, во дворе у них ходят какие-то курочки, уточки, то есть, в принципе, это все достаточно логично, что они там есть. Наверное, надо было еще на озерцо добавить каких-нибудь плавающих уточек, но уже, как говорится, умная мысля приходит опосля. Дом строился в 8 часов, поэтому под конец у меня уже немножко было разжижение мозгов. Наверное, мозгошмыги постарались, но, тем не менее, я старалась сделать максимально схожий дом с тем, что мы видим в фильмах и что мы читаем в книгах. Рону досталась, кстати, достаточно большая спальня. Так уж вышло, что последний этаж вышел достаточно внушительным, плюс он обзавелся собственной ванной. Сомневаюсь, что Рону из книг и из фильма перепало бы такое счастье, но вот в игре получилось вот так, потому что, если бы я не добавила там ванную, комната была бы еще больше. А мы помним, что у всех членов семьи маленькие-маленькие комнатушечки. Ну, повезло парню, что поделать. Плюс я постаралась не забыть добавить на чердаке окно, которое должно имитировать этаж еще один, на котором живет семейный упырь у Уизли. Кто помнит упыря, пишите в комментариях. Упырь был, он там завывал и чем-то двигал. Но так как игра тоже нам дает ограничения по количеству этажей, пришлось отделаться только фальш-окнами. Но будем считать, что упырь там есть. Кстати, можно, наверное, в свойствах участка поставить, что на участке живут привидения. Почему бы и нет? Также я добавила достаточно большой огород. Спасибо! Спасибо большое дополнению за огородную жизнь, за то, что мы можем ставить нормальные огороды, нормально выглядящие. Потому что, если бы весь огород был занят просто какими-то катками или деревянными палетами с землей, это было бы немножко странно, согласитесь. А так мы имеем вполне себе такой деревенский огородик, на котором растет всякая всячина, ходят гномы. Как же без гномов? Ну и тоже то, что у нас добавились озера и болотца, можно делать это тоже огромный плюс. Потому что, если вы помните, рядом с домом Уизли есть небольшое болотце, заросшее ряской. И, собственно, мы наконец-то можем с чистой совестью его добавить. Не обманывать игру и не строить бассейны вместо болота, а действительно добавить вот такое вот живописное болотце, в которое потом можно поселить всякую живность. Можно еще накидать каких-нибудь комариков, заселить каких-нибудь уточек. Но я уже решила так сильно не заморачиваться, потому что, если сильно перегрузить участок, он будет очень плохо работать. Вы знаете, что у кого не сильно хорошая машина, у кого не сильно хороший ноутбук, либо компьютер, то чем больше предметов на участке, тем сильнее он подвисает. Поэтому я старалась сделать так средненько, чтобы вы не ловили какие-нибудь жуткие гличи. По убранству внешнего дома у меня было много вопросов. Я долго не могла подобрать какое-то подходящее покрытие стен внешних. Мне все казалось, что как-то оно не вписывается. Мне хотелось сделать что-то похожее на английскую глубинку. То есть вот эти балки, торчащие наружу деревянные, какой-то камень, какая-то облицовка. Но опять же, когда я искала какие-то референсы в интернете, везде нора выглядит по-разному. Где-то она голубенькая, с красными окошечками. Где-то она практически вся сделана из дерева. Где-то она снизу каменная, сверху деревянная. Где-то светлая, где-то темная. В общем, все рисуют нору, как кому придет в голову. Поэтому я уже в какой-то момент плюнула, выбрала что-то среднестатистическое, так и оставила. Потому что я знаю, я знаю, что в комментариях будут писать, что нора выглядела не так. Нора выглядела вот так. Но опять же, давайте, ребята, согласимся, что симсы нас ограничивают. Опять же, учитывая, что я строила без дополнительных материалов, для того, чтобы дать вам возможность потом скачать этот дом в свою игру. Поэтому пришлось выворачиваться с тем, что есть. Но, тем не менее, я считаю, что вышло достаточно хорошо. Жалко, что мы, конечно, не можем строить экстремально кривые стены в игре. Это было бы очень кстати, согласитесь. Но получился, в общем, образцово-показательный домик до того, как его немножко пожамкало внешний мир, скажем так. Но, тем не менее, я старалась. Надеюсь, что вам понравится. Что вы высидите эти 40 минут, пока идет видео. Это, пожалуй, наверное, одно из самых длинных видео на нашем канале. Но оно стоит того. На данный момент это после дома самого Гарри на Тисовой улице. Это моя самая любимая постройка. Опять же, благодарна за то, что Sims услышал нас и сделал обновления, которые дали возможность добавить детали, без которых бы раньше я бы этот дом не построила. Не получилось бы просто. Ну или он получился бы, но он был бы не такой крутой. Поэтому, надеюсь, вы разделите мои чувства о этом домике и получите удовольствие от просмотра. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш инстаграм. У нас там каждый раз что-то интересное происходит. И приятного просмотра. Пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»